Итак, дорогие друзья, с левого фланга вдоль трибун на огневой рубеж выдвигаются средства противовоздушной обороны. Колонну возглавляет боевая машина «Тайфун ПВО». Боевая машина «Тайфун ПВО» является высокомобильным средством транспортирования личного состава отделения стрелков-зенитчиков, переносных зенитных ракетных комплексов с личным оружием и имуществом. Обеспечивает прицельную работу стрелка-пулеметчика в движении со скоростью 20 км в час, максимальная скорость 90 км в час. Глубина преодолеваемого врода полтора метра, масса снаряженного автомобиля 13,5 тонн, а масса перевозимого груза 1800 килограммов. А с правого фланга выдвигается взвод зенитно-пушечного ракетного комплекса 2К22 «Тунгуска-М1». Предназначен для прикрытия войск и объектов от воздушного противника на предельно малых. В малых и средних высотах, летящих на скоростях до 500 метров в секунду, а также для стрельбы по наземным и надводным целям. И является средством противовоздушной обороны мотострелковых и танковых бригад. Комплекс способен вести огонь ракетным и пушечным вооружением. Дальность поражения от целей зенитными управляемыми ракетами до 10 тысяч метров. Зенитными автоматами до 4 тысяч метров. На высоте до 3,5 тысяч метров. Огонь может вести с зенитными автоматами с места и в движении в любое время суток. Ракетами с места и с коротких остановок при наличии оптической видимости. На правом фланге на первой и второй огневой дорожке выдвигается зенитно-ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С». Предназначены для противовоздушной обороны малоразмерных военных и административно-промышленных объектов. И районов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет и высокоточного оружия. Управляемых авиабомб и дистанционно-пилортируемых аппаратов, а также для усиления группировок ПО. При отражении массированных ударов средств воздушного нападения и обеспечении поражения легкобронированных объектов. Данный комплекс не имеет аналогов в мире в своем классе. Он мобильный и достаточно простой в управлении. «Панцирь-С» принят на вооружение Вооруженных сил Российской Федерации в 2010 году. Ежегодно принимают участие в тактических учениях с боевой стрельбой, в ходе которых доказал, что свое основное предназначение выполняет полностью. Все воздушные, скоростные и разновысотные цели были уничтожены. На экранах «Бук-М3» комплекс предназначен для прикрытия наиболее важных военных и государственных объектов. «Бук-М3» способен уничтожать любые воздушные цели на дальностях до 70 километров во всех диапазонах частот. Ну а сейчас на экранах пусковая установка 9А83 состава зенитно-ракетной системы С-300В. Зенитно-ракетная система С-300В является фронтовым средством противовоздушной обороны и предназначена для борьбы со средствами воздушного нападения противника при их массированном применении в сложной воздушной и помеховой обстановке. Время перевода из походного положения в боевое 5 минут. Количество одновременно сопровождаемых целей до 12. Количество одновременно обстреливаемых целей до 4. На пусковой установке 4 зенитных управляемых ракеты 9М83. На экранах зенитно-ракетный комплекс ТОР-М2. Боевая машина ведет разведку воздушных целей. ТОР-М2 предназначен для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов первых эшелонов, сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет. Дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов, в том числе выполненных по технологии «Стелс». ТОР-М2 предназначен для прикрытия «Стелс». Ну что ж, дорогие друзья, сейчас вашему вниманию будет представлено прямое включение с полигона «Ашулук» Астраханской области. На современном этапе развития средств вооруженной борьбы и в первую очередь космических средств разведки, беспилотных летательных аппаратов, высокоточного оружия на первое место выходит время реакции на изменения условий обстановки. Именно поэтому на вооружении зенитных ракетных войск состоят зенитные ракетные средства, способные вести борьбу как по воздушным, так и по наземным целям, как с места, так и в движении. Вы можете наблюдать, как выполняется мероприятие по подготовке к стрельбе. В созданной группировке войск противовоздушной обороны и радиелектронной борьбы поставлена задача на прикрытие объекта и организацию борьбы с беспилотными летательными аппаратами, оперативно-тактическими и крылатыми ракетами условного противника, обозначенных различными типами мишеней. Отражение удара спланировано по шести этапам на двух полигонах. Первый этап. Уничтожение разведывательного беспилотного летательного аппарата и беспилотного летательного аппарата на ведение и целеуказание средств высокоточного оружия и крылатых ракет. Второй этап. Уничтожение средств высокоточного оружия и крылатых ракет. Третий этап. Уничтожение баллистических, оперативно-тактических и крылатых ракет. Четвертый этап. Отражение удара оперативно-тактической авиации. Пятый этап. Уничтожение ударных беспилотных летательных аппаратов легкого класса боевыми машинами «Тайфун ПВО» и наземных целей пушечным каналом зенитно-ракетного пушечного комплекса «Панцирь-С». Вы сможете наблюдать на больших экранах прямую видеотрансляцию с полигона «Ашулук», которую обеспечивает телеканал «Звезда». Шестой этап. Уничтожение и противодействие разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратам легкого класса типа «Квадрокоптер» будет продемонстрирован на полигоне «Алабин». Обратите внимание на экраны, друзья. Вашему вниманию представлена прямая видеотрансляция боевого порядка группировки противодействия беспилотным летательным аппаратам, оперативно-тактическим и крылатым ракетам, развернутые на полигоне «Ашулук». Ну что ж, боевая работа разрешена. В качестве легких, ударных, беспилотных летательных аппаратов используются мишени Е-95, имитирующие беспилотные летательные аппараты типа «Хантер». Произведен запуск первой воздушной мишени. Итак, вторая мишень в воздухе. Мишень обнаружена. Произведен захват цели, пуск ракеты. И мишень уничтожена. Боевую стрельбу выполняли боевые расчеты зенитно-ракетного комплекса «Тор-М-2». Вы можете наблюдать на экране, как боевую стрельбу выполняют боевые расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». Итак, мишени обнаружены. Производится захват целей. И пуски ракет. Ну что ж, мишени уничтожены, друзья. В качестве крылатых ракет используются ракеты «Мишени-9Ф-840ЗИНМ «Саман», созданные на базе зенитной управляемой ракеты зенитного ракетного комплекса «ОСА» и имитирующие крылатые ракеты с полетом на сверхзвуковых скоростях 550 метров в секунду и полетом на высотах от 50 метров до 5000 метров. А по баллистической программе полета на высотах до 13 километров. Итак, друзья, произведен запуск мишени «Саман». Мишень обнаружена. Произведен захват цели и пуск ракеты. Мишень уничтожена. Боевую стрельбу выполняют боевые расчеты зенитного ракетного комплекса «Тор-М2». Произведен запуск еще четырех ракет мишени «Девяносто пять Я-6», имитирующих средства высокоточного поражения. Интервал запуска мишени минимальный. Боевую работу ведут боевые расчеты зенитного ракетного пушечного комплекса «Панцирь-С» и зенитного ракетного комплекса «Тор-М2». Итак, мишени обнаружены. Производится захват целей. И в отпуске ракет. И есть мишени уничтожены. В качестве крылатых ракет используются две ракеты-мишени «Армавир-МВУ». Произведен запуск двух маловысотных ракет-мишени «Армавир-МВУ». Мишени на курсе. Программу полета выполняют. Ну что ж, а вот и обнаружены мишени. Производится захват целей. Впуски ракет. И крылатые ракеты уничтожены. Боевую стрельбу выполняли боевые расчеты зенитного ракетного комплекса «С-400». По данным средств радиолокационной разведки получена информация о применении противникам баллистических и оперативно-тактических ракет. Командирам группировки «Ашулук» принято решение на их уничтожение. Ракеты-мишени на подготовке. Интервалы запуска ракет-мишени составляют 5-10 секунд, что соответствует первой категории сложности воздушной обстановки. Задача на поражение баллистических целей поставлена боевым расчетом зенитных ракетных комплексов «С-400». Аналогом системы «С-400» является система MIM-104 Patriot, которая уступает по дальности поражения аэродинамических целей на 90 км, а баллистических ракет на 15 км. При этом система «С-400» обладает большей дальностью обнаружения воздушных и баллистических целей, а также меньшим временем развертывания в боевое положение. Вы наблюдаете пуски ракет-зенитных ракетных комплексов «С-400». Баллистические цели уничтожены. Удар оперативно-тактической авиации обозначен запуском высотной ракеты-мишени «Армавир-ВУ», ракет-мишени «С-2-1А» и «С-А-МАН». В течение двух минут будет нанесен удар воздушных целей с различных направлений на средних и малых высотах. В отражении удара будут участвовать комплексы средней и большой дальности. Произведен запуск высотной ракеты-мишени «Армавир-ВУ» и двух ракет-мишеней «С-2-1А». Мишени на курсе. Программу полета выполняют. И боевую стрельбу выполняют боевые расчеты зенитных ракетных комплексов «С-400». Мишени обнаружены. Расчетами производится захват целей. И, внимание, пуски ракет! Мишени уничтожены. В противовоздушный бой вступают боевые расчеты новейшего зенитного ракетного комплекса «С-300В-4». И вновь мишени обнаружены. Идет захват целей. Пуск ракеты. И вновь мишень уничтожена. Дальнейший удар авиации обозначается запуском двух мишеней «Саман». Программа полета ракеты-мишени выводит ее на высоту 3 километра. В противовоздушный бой вступают боевые расчеты зенитного ракетного комплекса «Бук-М3». Мишени на курсе. Программу полета выполняют. Боевую стрельбу выполняют боевые расчеты зенитного ракетного комплекса «Бук-М3». После уничтожения первой цели расчеты выполняют обстрел второй мишени. Зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» является наиболее современным многоканальным комплексом. Все мишени уничтожены. Уничтожение ударных беспилотных летательных аппаратов легкого класса боевыми машинами «Тайфун ПВО» и наземных целей зенитно-артиллерийским каналом зенитного ракетного пушечного комплекса «Панцирь-С». Завершает трансляцию с полигона «Ашелух». Ну что ж, друзья, сейчас возвращаемся на полигон «Алабина». И я прошу обратить внимание на огневые дорожки. Итак, друзья, ну что ж, в исходной позиции для ведения боевой стрельбы и открывает огонь «Тунгус КМ1». Стрельба ведется по мишеням, имитирующим воздушные цели противника. Итак, открывает огонь «Панцирь-С». Особенностью боевой машины «Панцирь-С» является комбинированное ракетно-пушечное вооружение, позволяющее создать сплошную зону поражения до 20 километров. А на экранах боевая машина «Тайфун ПВО». А на экранах боевой машины «Тайфун П démarrkt». Ну что ж, друзья, еще раз вернемся к особенностям уникальной в своем роде машины «Панцирь-С» Боевая машина, старшая на вооружении в 2010 году Особенности комбинированное ракетно-пушечное вооружение, позволяющее создать сплошную зону поражения до 20 км по дальности и до 15 км по высоте Повышенная помехозащищенность, автоматический режим работы, автономность боевого применения Возможность сопровождения до 20 целей Одновременный обстрел четырех целей Поражение целей, летящих со скоростью до 1100 метров в секунду Залповый обстрел двумя зенитно-управляемыми ракетами одной цели Расчет боевой машины «Панцирь-С» составляет 3 человека Защита бронирования боевой машины обеспечивает защиту экипажа от осколков и пуль калибром 7,62 мм Осколочно-фугасных снарядов калибра 20 мм, типа «Вулкан» при подрыве на броне А также 30-мм бронебойных снарядов с расстояния до 1500 метров Защищает от пуль калибра 12,7 мм с расстояния 600 метров А также от осколков 155-мм артиллерийских снарядов при подрыве на расстоянии 15 метров Все это «Панцирь-С», друзья Ну что ж, давайте понаблюдаем за следующим выполнением огневой задачи Ну а на экранах, дорогие друзья, Тунгусской М1 Модернизированная версия «Тунгуски» предназначена для прикрытия войск и объектов от воздушного противника На предельно малых, малых и средних высотах, летящих на скоростях до 500 метров в секунду А также для стрельбы по наземным и надводным целям Является средством противовоздушной обороны мотострелковых и танковых бригад Комплекс способен вести огонь ракетным и пушечным вооружением Дальность поражения целей зенитными управляемыми ракетами до 10 тысяч метров А зенитными автоматами до 4 тысяч метров на высоте до 3,5 тысяч метров Огонь может вести зенитными автоматами с места и в движении в любое время суток ракетами с места Итак, расчет сейчас демонстрирует нам видение боевой стрельбы и зенитных автоматах в движении Дальность поражения Итак, друзья, в небе мишень, имитирующая низколетящую воздушную цель противника Дальность поражения 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 В движении со скоростью до 20 км в час. Максимальная скорость ее 90 км в час. Глубина преодолеваемого брода полтора метра. Масса снаряженного автомобиля 13,5 тонн. Масса перевозимого груза 1800 килограммов. Ну что ж, дорогие друзья, все средства, представленные здесь на полигоне Алабина, ведут сосредоточенный огонь и зенитных автоматов по мишене, михирующей воздушной целью противника. Ну что ж сказать, у цели шансов на выживание нет никаких. Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, расчет Тунгусский М1 ведет поиск цели. И при обнаружении цели самостоятельно открывает по ней огонь из зенитных автоматов калибром 30 мм. Продолжение следует... Ну что ж, дорогие друзья, прямо перед Курганом Славы. Вашему вниманию представлена пусковая установка 9А83 состава зенитной ракетной системы С-300В. Прошу прощения, друзья, БУК М3. Комплекс предназначен для прикрытия наиболее важных военных и государственных объектов и способен уничтожать любые воздушные цели на дальностях до 70 км во всем диапазоне частот. Продолжение следует... Ну а прямо перед командным пунктом Кургана Славы зенитно-ракетный комплекс ТОР-М2 предназначен для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов в первых эшелонах сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, планирующих авиабомб самолетов и вертолетов, в том числе выполненных по технологии стелс. ТОР-М2 может работать как в ручном с участием операторов, так и в полностью автоматическом режиме. При этом комплекс ТОР-М2 сам контролирует обозначенное воздушное пространство и самостоятельно сбивает все воздушные цели, неопознанные системой свой-чужой. Вероятность поражения одной ракетой цели типа самолет составляет 77%. Вертолеты поражаются с вероятностью 88%. Беспилотные летательные аппараты 95%. Для своевременного обнаружения целей используется защита от противорадиолокационных ракет. На боевой машине размещено 16 зенитных управляемых ракет, старт которых осуществляется вертикально. Стал первым комплексом ближнего действия в мире, имеющим вертикальный старт. Продолжение следует... Дорогие друзья, ну а на правом фланге, вашему вниманию, представлена автоматизированная система станции Помех Р-934 БВМ. Данное средство РЭП развернуто в целях боевого обеспечения средств противовоздушной обороны, а именно противодействия различным нежелательным беспилотным летательным аппаратам, а также беспилотным летательным аппаратам квадрокоптерного типа. Средство РЭП осуществляет радиоподавление каналов управления беспилотных летательных аппаратов типа квадрокоптер. Также стоит отметить, что данное средство РЭП отлично показало себя в ходе выполнения боевых задач в Сирийской Арабской Республике. Ну что ж, дорогие друзья, и средства противовоздушной обороны, выполнив поставленные огневые задачи по подавлению воздушных целей противника, осуществляют противоогневой маневр и убывают в район сосредоточения техники. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что ж, дорогие друзья, на этом завершается показ, динамический показ возможностей средств войсковой противовоздушной обороны и противопоздушной обороны. Сегодня мы наблюдали действия подразделений зенитчиков с полигона Ашулук и здесь, на полигоне Алавина. Спасибо огромное всем за внимание. Ждем с нетерпением завтрашнего заезда российской команды в конкурсе «Танковый пиатлон». Ну что ж, спасибо огромное за внимание. Берегите друг друга и будьте счастливы. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...